Омнамо Бхагаватеe Васудивая Омнамо Бхагаватеe Васудивая Почитаем текст из Шмадбагава, 7-й песня, глава 8-я. Господь Нарисим Гаде убивает царя демонов. Чтобы подтвердить слова своего слуги Магараджа Прохлады и доказать, что Верховная Личность Бога пребывает везде, даже в колонии, зала, собраний, Верховный Господь Харии явил миру удивительный, невиданный облик. Это был наполовину лев, наполовину человек. В таком необычном образе Господь пристал перед Хераника Шипу. Комментарий. Когда Хераника Шипу спросил Прохладу, где же твой Господь, если он в этой колонии, тот бесстрашно ответил, да, мой Господь, везде. И теперь, чтобы убедить Хераника Шипу, что Магараджа Прохлада абсолютно прав, Господь, появился из колонии. Он пристал перед Хераника Шипу в образе человека, и тот, глядя на это гигантское существо, не мог понять, лев перед ним или человек. Господь подтвердил слова Магараджа Прохлады и доказал, что преданный Господа, как провозглашается в Бхагавадгите, никогда не погибнет. Демоничный отец много раз грозил Прохладе и смертью, но Прохлада был уверен, что его не убьют, ибо Верховный Господь защищал его. Появившись из колонии, Господь словно приободрил своего преданного. Не волнуйся, я здесь. Кроме того, принял облик Нарисим Хадеевы, он не нарушил слово Брамы, обещавшего, что Хераника Шипу не будет убить ни человеком, ни животным. Господь явился в образе существа, о котором трудно было сказать, человек это или лев. Конец комментариев. Омагенатамирамгешя, генанджанашалакая, чакшураммилитанинатасмайши, гурявайнамаши, чайтаниманум биштанспатитанинабуталийсвайгруппакадамагиам, додатисвападантикам. Ванчакалпатрубища, крипасингвайвача, патитанампаванепхи, жарамopesя, оплотнах и вавананампанамахи, жарамеси-кРИSNА, чайтаня-правуникянанда, срья-двайта-гадатхар, сривасаде-гору-бхакта-вриндх, рэй-кришна, рэй-кришна, кришна, кришна, рэй-хрэй-рэй, рэй-рам, рэй-рам, ра-ма-рам, рэй-рэй-рам, намастер, грудвая, саравасидефридне, сарамангаварупая, Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... принципы религии, уничтожить демонов. Но есть еще также глубинная причина, которую он говорит, может быть, не в этом стихе. Или так упоминает. Приходит для того, чтобы порадовать своих преданных. У преданных, которые находятся в материальном мире, развиваются из-за любви, из-за привязанности к Кришне, развивается чувство разлуки. И иногда это чувство разлуки становится невыносимым. Бывает. Если очень серьезно молиться Кришне, строго следовать правилам, заниматься служением, то обязательно это чувство придет. По сути дела, это говорит о том, что мы не должны становиться равнодушными к Богу. Мы не должны просто заниматься какой-то деятельностью, не понимая ее главного смысла. Иногда мы занимаемся какой-то деятельностью, но мы забываем, для чего мы это делаем. Плюс еще вот это настроение, где мы делаем это с точки зрения удовлетворения своего эго, то есть это делаю я, я делаю это для этого, от этого я хочу получить вот это. Оно очень сильно фонит в нашем уме постоянно. И так или иначе, вся эта деятельность, она затмевает наше чистое понимание того, что мы должны научиться действовать чисто ради удовлетворения Кришны. Таково чистое правильное служение. только ради удовлетворения Кришны. И всегда, постоянно мы должны напоминать себе об этом. И Прохлад Махарадж пример этому. На самом деле, Нарисим Хадеев появился в этот мир, являясь в свое удивительное деяние. И мы благодарим за это Прохлада Махараджа. Он своими качествами, своей преданностью практически привел сюда Господа. Эта история, она очень актуальна для нас, потому что Сила Парупада тоже ее очень любил. Потому что само по себе материальная или материальная жизнь Прохлада Махараджа в основном в начале своей жизни она проходила в детском возрасте, проходила в обществе людей, которые не особо любили Кришну. Это чем-то напоминает нашу даже Калиюгу, где люди особо не особо поклоняются Богу. Но тем не менее Прохлада Махарадж своими качествами помог нам понять, как может жить живое существо, даже находясь в таких трудных условиях, как Калиюга. С самого детства Прохлада Махараджа он видел Кришну. На самом деле, когда он родился, он ощущал Кришну и видел его практически постоянно. Иногда он просто плакал, потому что Кришна как-то исчезал с его видения, способности видеть Кришну, и он начинал плакать. И Кришна приходил, даже касался его щеки, и Прохлада Махараджа ни с того ни с сего начинал улыбаться. Никто не мог понять, почему он так действует. На самом деле, это просто он постоянно созерцал Кришну. Как только Кришна хоть на мгновение исчезала, это приносило его к душе какое-то неудовлетворение. Представьте себе положение Прохлады Махараджа. И вот он жил, и он ни о чем не думал, кроме Кришны. На самом деле, я сегодня утром повторял мантру и пытался, как говорится, в Бхагаватом, если мы поймем хотя бы немножко причину прихода Господа, его деяния в этом мире, то мы можем получить какое-то освобождение даже. Можем даже почувствовать, прикоснуться к такому определенному настроению, связанному с свободой. И когда размышлял, то я для себя обратил внимание на несколько вещей, которых нас учит Прохлада Махараджа. Он является одним из 12 Махаджан. И смотрите, как он первое, чему он нас учит, это способности видеть Кришну и постоянно находиться в настроении, которое мы называем смараном, памятованием Кришне. Это означает, что в этот день мы можем просить благословения у Прохлада Махараджа, чтобы у нас это качество также пробудилось, проявилось, чтобы мы могли помнить о Кришне точно так же, как Прохлада Махараджа. Тот, кто достиг каких-то высот, он может нас благословить на достижение этих же высот. Такой принцип отношений. И представьте себе настроение постоянно помнил. Это то, что мы хотим в своей жизни достичь этого состояния, помнить Кришну. Более того, он еще видел Кришну. Мы хотим видеть Кришну, проявление хотя бы Кришны, проявление во всем. Шила Прупада в одной из лекций Турдыши на День явления Господа Нарисимхи в Нью-Йорке по-моему 76-67 или 74-й. Там две лекции, одна в Бомбии. Ну, так или иначе, не помню, вот простите. Он говорит, вот видите, говорит, Господь Нарисимхаде пришел сюда, чтобы доказать атеистам, что Он есть. Потому что преданный видит Кришну всегда, говорит Прупада. А атеисты видят Его только тогда, когда приходит смерть, в образе смерти. Они увидят Кришну обязательно, только в образе смерти. Но преданный видит постоянно. Так начинает свою лекцию Шила Прупмана. Ну, потом начинает объяснять, что у преданного у человека должны быть глаза слезиться или быть глаза наполнены слезом от бальзама, любви, преданности Кришне. Он там еще говорит, что это такое за бальзам, какая-то косметика, там они все перебирают, но так или иначе. Таковы наши должны быть глаза. Мы должны развить эту привязанность Кришне. Как это сделать, мы все хорошо знаем, благодаря преданному служению. Праглад Магараш также научил нас, объяснил нам, что такое, какое преданное служение, каким оно бывает. Он объяснил нам девять процессов преданного служения. Мы можем слушать о Кришне, мы можем воспевать святыми именами, мы можем помнить о Кришне, мы можем молитвы возносить, мы можем поклоняться божества, мы можем дружить с Кришной, служить Кришне, полностью все предаться Ему. И все это объясняет нам Прохлад Магараш. То есть, смотрите, мы можем просить у Прохлада Магараш милости, постоянно помнить о Кришне, способности видеть. Мы также можем просить у Него настроение бесстрашие, а мы постоянно в этом мире чего-то боимся. Боимся вирусов, боимся маленьких каких-то непонятных, боимся солнца, дождя, воды, света, темноты. Чего-то боимся в этом мире постоянно. Прохлад Магараш не боялся этого, он учит нас этому бесстрашию. И он объясняет, откуда это бесстрашие берется. Это бесстрашие берется о том, что он чувствовал, как в этом комментарии говорится, что он постоянно зависел от Кришны. Он знал, он не просто подразумевал, что Кришна его защитит, он был уверен в этом. Такова была сильная вера Прохлада Магараш Магараш. Иногда мы так, когда нам хорошо, мы думаем, ну, если что, Кришна нас защитит, ну, на всякий случай палку или биту где-нибудь за дверью держим. Сомневаемся, наш ум еще сомневается, ну, конечно, мы можем думать из чувства смирения. Ну, я же не Прохлада Магараш, что это ради меня он должен что-то сделать. Кто нам мешает стать такими, как Прохлада Магараш? Кто нам мешает стать, предаться к Кришне, как Прохлада Магараш? Никто. Более того, он еще поможет нам стать таким. Бесстрашие. Еще одно его качество, которое тоже, это сострадание и это милосердие. Когда Нарисим Хадеев уже спросил у него, ну, проси у меня, что хочешь, Прохлада Магараш сказал, не обмануй меня, зачем ты мне об этом говоришь? Я не хочу никаких у тебя желаний, мне никаких желаний нету, поэтому, пожалуйста, я ничего у тебя не прошу. Ну, Нарисим Хадеев так посмотрел на него многозначительный Прохлада Магараш. Ну, раз Господь просит, надо что-то попросить, и он тогда сказал, ну, ладно, ну, можешь сделать так, чтобы мой отец получил освобождение. Представьте себе, какое у него было проявление милосердия, сострадание к живым существам. Его отец неоднократно хотел его убить просто за его преданность Богу, потому что сам Хираник Ашипу, он ненавидел Вишну. И Прохлад Магараш говорит, пожалуйста, даруй освобождение моему отцу. И Нарисим говорит, нет, говорит, это и так уже 14 поколений до и перед уже получили освобождение, и после получит уже освобождение твоих родственников прощи еще что-то и Прохлад Магараш. Ну хорошо, я тебе попрошу одно желание, пожалуйста, сделай так, чтобы я в этом мире ничего не желал, кроме служения тебе. Преданные очень разумны. Если они уже что-то просят у Кришны, и если Кришна что-то им пытается даровать, то они просят то, что помогает им в их служении, в их преданности Кришне. Такой Прохлад Магараш. Поэтому ради него, ради такой личности Нарисим Хаде пришел, и мы можем идти по стопам Прохлада, Ахлада, Ахлада означает тот, кто испытывает блаженство. Тот, кто постоянно испытывает блаженство своими чувствами созерцая Верховную Личность Бога. И хотя его жизнь была недостаточно легкой в начале, правда, он этого не ощущал, это может быть мы такие в Калию живем, так все у нас плохо, для него это было, всегда проповедовал. Можете себе представить настроение Хирани Кашипу, чтобы было понятно, почему, в какой ситуации, в каком обществе он находился в те моменты. После того, как Варахадеев убил Хиранякшу, в тот момент Хираняк Кашипу, когда услышал об этом, его одолел очень, его все нутро пропитал на это просто неодолимый гнев. И он настолько был гневный, что он поднял свой оскал, у него появился на лице оскал такой, у него зубы, как у демона, они такие были острые, как клыки, он и посмотрел на небо. С таким взглядом он подумал, раз так, раз Вишну убил, сделал так, что моего брата, мой брат был убит, и этому содействовали полубоги, у него была определенная версия, он сказал, что значит Вишну перестал равно относиться ко всем живым существам. Потому что он с помощью других, с помощью полубогов, он уничтожил моего брата. Это означает, что он влез в эту ситуацию, и значит он определил, кто для него важен, а кто нет. поэтому он начал размышлять, теперь я буду совершать аскезы ради того, чтобы достичь могущества, чтобы уничтожить Вишну. Это настроение обычного атеизма, атеиста. И чем более они могущественны, тем у них более сильное желание и чувство уверенности в том, что они смогут уничтожить Бога. И тогда он собрал своих войска, своих военачальников, так, мои дорогие, там были и Хаягрива, демон Хаягрива, там разные, там и сто руки, там я забыл, как их зовут, уткала, Хаягрива, намучи, знаменитые, знаменитые демоны, которые описаны в Бхагаватам. Говорит, так, я сейчас отправляюсь совершать эскезы, а вы теперь отправляетесь на землю, потому что иногда есть определенные до сих пор споры, где это все-таки Лила происходила, может быть, она происходила в разных местах, кто-то говорит, что это было на одной из островов, или как это уже называется одной может быть даже планет, Хариварша, там, где поклоняется Господу Норисимхи, там, где живет Прохлад Мараш. Кто-то говорит, что это происходило у нас здесь, в Ахолом, кто-то в Симхасале, то есть есть разные варианты, может быть, это происходило, не имеет значения, в разных местах, но так или иначе, Лила, она, все равно мы знаем, она повторяется каждый день Брамы, может быть, с какими-то тонкостями, с какими-то моментами, в разных местах, но так или иначе, и тут Хераника Шипу, в Багово там говорится, что отправляйтесь на землю, он отправил свои войска, говорит, уничтожайте города, сжигайте села, уничтожайте людей, особенно тех последователей ведической культуры, уничтожайте тот, кто поддерживает эту культуру Браманов, уничтожайте коров, и как только мы уничтожим это, то на земле не будут происходить жертвоприношения, а это означает, полубоги потеряют свою силу, и тогда мы сможем их одолеть, а я в это время отправлю совершать эскезу, и, естественно, эти демоны они с радостью слушали, потому что для них это было просто, они любители поразрушать, любители вот таких вот вещей, им только и хлебом не кормить, только дай что-то разрушить, кого-то убить, ну, такое настроение, поэтому они с радостью это все восприняли и отправились, и все, делали все, что угодно, там, в Багово там описано, сжигали города, селения, уничтожали людей, насиловали, то есть, ну, просто люди из-за этого, они испугались и попрятались, многие люди начали избегать общения или отношения с этими людьми, и в конце концов начали прятаться от этих демонов, и полубоги забеспокоились, они начали приходить на землю и неузнанными ходить и наблюдать, что происходит, ну, Багово там так описано, и они просто были в шоке из-за вот этих бесчинств, естественно, пока все это происходило, пока совершала скезы Хирани Кашипу, они там тоже собрали свои силы, начали этих демонов тоже уничтожать, и в какой-то степени они даже завладели царством Хирани Кашипу, мы помним, Индра пленил тогда, завоевал его город Хирани Кашипу, пленил его жену беременную на тот момент, и хотел убить, хотел ее забрать к себе, и когда она родит сына, убить его, ну, естественно, появился на родомоне и объяснил, что в утробе этой женщины святой, поэтому ее лучше не трогайте, дайте лучше ее мне, и он забрал ее в свой ашрам, и она находилась до того момента, пока Хирани Кашипу не закончил свои эскезы, а он в это время проповедовал ей сознание Кришны, и прохлад Макараш в отрубе матери просто ловил каждое свое слово, когда у нее спросили кто двойдуховный учитель, он сказал, ну, если он учитель на родомоне, он своим потом одноклассникам, детям, демонов объяснит, что я узнал это знание, они спросили, где же ты такое получил, такое знание, он говорит, я получил вот на родомоне, находясь еще в отрубе матери, но так или иначе на родомоне дал определенное знание прохлад Макараджу, и таким вот прохлад Макарадж мы уже объяснили, уже узнали, каким он был, как он видел Кришну, как он постоянно помнил о нем, и так далее, видел его во всем, и так далее. И Хирани Кашапу вернулся, жена вернулась к нему, и он естественно он уже собрал свое войско, а после того, как он полубоги же они когда почувствовали, что сам Хирани Кашапу уже достиг такого могущества, что его он начал источать такой огонь, который даже от аскезы, огонь аскезы, который даже немножко поджаривал полубогу, доставлял им беспокойство. И полубоги же естественно собрались к браме. Надо что-то делать. А в то время, когда он совершал эскизы, его тело съели жир, кожу, мясо, которое покрывало кости его, съели муравьи. и и полубоги, они отправились к браме и начали ему говорить, хотя ты и так знаешь все, что происходит, тем не менее, мы тебе должны рассказать, каково настроение ухираника шуту. И они начали рассказывать, он поставил перед собой целью занять твое положение. Он хочет достичь такого могущества, чтобы мог управлять вселенной вместо тебя. И они начали так понемножку браме рассказывать, что происходит. и брама естественно сел на своего лебедя вместе со своими помощниками там бригу и так далее, мудрецами отправился в то место, где хираника шепу совершала скезу. И полубоги же они тоже многие последовали за ним. Они такие думают, что сейчас произойдет. Они надеялись, что брама сейчас возьмет и убьет хираника шепу, что-то сделает, что он потеряет всю свою силу и так далее. Но брама пришел, сначала он пока нашел, где это все находится, потом увидел, что с какого-то муравейника идет свет, он понял, что там хираника шепу совершает аскезы, он там со своей командалы брызнул водички, и хираника шепу принял опять определенную форму, физическую форму, уже обычную, естественную форму для того, как выглядят ракшасы или демоны. И более того, он был достаточно могущественным, говорится, что эта форма настолько была могущественной, что даже молния Индры не могла его уничтожить, такое вот получил он, такое тело. И он сразу же начал возносить браме молитвы. Брама, я не помню, там было много замечательных молитв, он говорит, ты творец этой вселенной, от тебя зависит жизнь всех живых существ, ты и смерть, и жизнь, и смерть живых существ. Говорит, ты настолько могущественный, что когда ты пробуждаешься, начинается творение, происходит творение, когда ты засыпаешь, все погружается во тьму. Ну, описывает определенные качества в брамы, и в конце концов он начинает просить благословения, пожалуйста, сделай меня бессмертным. Мы знаем все это как атеисты или демонические личности, или по сути дела природа души, она все-таки связана с тем, чтобы мы все хотим быть бессмертными в той или иной степени, ну, по крайней мере, умирать не хотим. Потому что такова душа, такова природа души. Ну, Брама сказал, ну, извини меня, я, конечно, рад тебе помочь, но я сам смертный, поэтому не могу вот просить что-нибудь другое. И тогда Хираник Ишипу, он был хитрым, достаточно разумным человеком, личностью, и он начал просить у него определенные благословения, чтобы он не был убит, пытался обмануть таким косвенным образом, утвердить свою бессмертность, не быть убитым ни человеком, ни животным, ни днем, ни ночью, ни в воздухе, ни на земле, ни в здании, ни за зданием, то есть там, ни каким-либо оружием. И полубоги все за этим всем наблюдают. И Брама такой сказал, ну, ты такой, вообще, ты меня так порадовал, никто из моих детей, такую аскезу не совершал, поэтому я тебя благословляю, Татаса. И полубоги в шоке просто. Они думали, ну, вот это же надо такое, они просто обеспокоились, надо же, что ж такое, мы надеялись, а тут он еще и благословляет его. И говорится, как только еще Брама еще не не скрылся из виду Хераника Шипуна своем лебеди, как у него уже появилось желание захватить эту всю вселенную и наказать всех, кто причастен к убийству Брамуна, кто доставлял он беспокойство. И он, благодаря этому могуществу и благословению, которое получил, он практически завоевал всю вселенную. Он подчинил себе всех полубогов. полубоги, кто прятался, кто прислуживал ему. Более того, он обрел такое могущество, потому что многие полубоги, они ответственны за определенные вещи, ну, за определенные состояния или процессы, которые происходят в этом мире. Они могут управлять погодой, насылать дожди, солнце, свет, тьму. И он настолько их просто взял и подчинил себе, что, по сути дела, он начал сам управлять вселенной. Один начал управлять вселенной. На самом деле описывается, что как только он создал такое, его государство процветало, потому что атеисты не любят, что было много дворцов, парков, птичек, он только пожелал все там. Надо любая трава вырастить, любые цветы, любые деревни зацветут, причем в любое время года. И это благодаря могуществу, которое он достиг. Представьте себе человек, который получил такое могущество. И он, все полубоги там уже не знали, что делать, потому что он отобрал у них, когда он говорится, что подчинил полубогов, он у них отобрал их могущество. И бедные полубоги, конечно, там беспокоились, и у них были попытки опять обратиться к браме, они приходили на молочный океан, и обращались к Господу, а Господь говорил, вот когда, я приду только тогда, когда он доставит беспокойство моему преданному, вот тогда я приду, а пока, говорит, и полубогам приходилось ждать. Видать, есть разница между чистым преданным и преданностью с смешанной преданностью. Не всегда мы можем обратиться к Господу и Он так раз исполнит наши желания. Может быть, потому, что у нас нету той чистой преданности, хотя говорится, что Святое Имя Кришна исполняет все желания. Ну, похоже, мы должны давать себе отчет, что у нас нету такого уровня преданности, чтобы все наши желания исполнились, потому, что Кришна, Он понимает, что преданный Сакама или тот, кто обладает привязанностью к какой-то материи, даже если обращается к Кришне, Он просит это, но Он знает, что дав Ему это, какие-то материальные блага. Это Минобагова там последний стих 14-й главы, там заканчивается история Барата Махараджа, Джадда Барата, и тот, кто послушает эту историю, там описано, получает все материальные блага. Иногда Бхагова там в конце каждой главы дает какие-то благословения. Я спросил у преданного хорошо. С одной стороны, какой-то интересный феномен есть. С одной стороны, Джадда Барата на протяжении нескольких глав объясняет, что материальный мир это лес, который попадает, или как колодец, говорит Прохладный Махараджа, в который он попадает, и все что тут не происходило, богатство, отношения с противоположным полом, это просто беспокойство. И в то же самое время заканчивает эту главу, кто-то прослушает, получит все материальные блага. Как-то Бхагова там с одной стороны одно говорит, с другой вроде бы противоречит. Нет. Бхагава там она учит преданности. Смысл в том, чтобы нас, наше внутреннее состояние, нашу душу очистить до такого момента, чтобы у нас появилась чистая преданность. А чистая преданность это означает, что я способен использовать все материальные блага ради служения Кришне. Тогда эти материальные блага не станут для нас препятствием. В любом другом случае, как только у нас есть какой-то мотив, корыстный мотив, то мы получим, мы или не получим исполнение на желание, то если получим, то оно нас просто еще больше отвлечет от Кришны. я уже отвлекся и забыл, что до этого разговаривали, мысль потерял. А? То есть только чистые преды похожи? Да, я уже это помню, но я до этого что-то рассказывал. А, полубоги же были в шоке, да? По-моему, эти мысли. Я же после отвлекся. полубоги были в шоке. Ну, так или иначе, Хираник и Шипу, а, он уже завоевал, завоевал всех полубогов, и вот они, он сам управлял этой вселенной. Единственное, что у него была одна проблема, которую он не учел. В его семье был преданный. И он не подразумевал, как это пару дней назад преданный рассказывал, говорит, что про одного вора, вор, который, которому отец сказал, ты воруй, но никогда не общайся с вайшнавами, никогда не слушай, не ходи на их лекции. И он один раз проходил и услышал такую вещь, что что-то он там пару слов услышал, что если он услышал, что божество или полубоги никогда не отбрасывают тень. Они не касаются земли, у них нету тени, у них гирлянды всегда, они когда не вянут, ну, у них есть определенные, и они не говорят просто так, как мы, они говорят на другом уровне, на уровне ума, более тонкого тела, потому что они более тонкие. И вот он услышал это, а сам был разбойником, вот его пытались поймать там царь, и уже придумал разные изощрения. В конце концов, так как они поклонялись дурге, он поставил его, нашел одну женщину, девушку красивую, украсили ее как богиню, убрали то божество и поставили ее на алтарь, и заставили стоять, она не была способна, знаете, так стоять недвижим. Сейчас часто показывают и она должна была стоять с атрибутами как божество. И вот он уже готов был подношение подносить, а потом смотрит, от нее тень падает. И он сразу схватил это все подношение, убежал, и его не поймали. И потом он в конце концов, да, вот видите, какое могущественное общение с Вайшнавами, у них такое знание совершенное. Я только четыре слова услышал, и уже оно мне как помогло в жизни. Но у нас мы не говорим о таких вещах. чтобы у нас этот... Хероняк переживаете, душа же она бессмертная. Он там такую философию развел, что мы даже такое же... У него было... Более того, у него был опыт личный, потому что, представьте себе, он настолько зависел, не зависел от этого тела, со своей эскизы, что он и хотел осознать, что такое могущество души, что его тело уже было просто жизненно недееспособное, съеденное муравьями. В конце концов, прохлад махараш, находясь в доме своего отца и проявляя преданность по отношению к Богу, потихонечку, как вайшнав, он ничего не мог делать, кроме как проповедовать сознание Кришны. Своим присутствием, своими мыслями он всегда проповедовал и отец в принципе не знал, что с ним делать. Он его отправил обучаться в школу. У него был духовный учитель Шукрачаря. А у его, у Шукрачаря были два сына Амбарка и Шанда, Амара. Амарка, да? Шанда. И вот он отправил к ним и естественно они наблюдали за ним. Ну, мы знаем целая глава в Багово там есть, где он проповедовал сыновьям демонов. И вот они там как-то садились и Прохлад Махарадж там рассказывал им о Кришне, то о душе и так далее. Они были поражены и в конце концов эти заметили, хотя они уже получили предупреждение, что нужно воспитывать, потому что Прохлад Махарадж уже проявлял преданность и Хираник ошибует, а не нравилось. Он говорит иди учись, там тебе научат чему-то. И они заметили, что у всех детей, которые учились в этой школе, с которым общался Прохлад Махарадж, пропал интерес к материалистичным атеистическим наукам. И они забеспокоились. Они пришли к Хиране Кашипу и сказали, мы не знаем, но вот такая ситуация происходит, как это происходит, мы такому не учим, пожалуйста, разберись. В некоторых, в Багово там также описано, что Хиране Кашипу сам позвал своего Прохлада Махараджа, посадил к себе на колени и спросил, ну, что тебе самое большее понравилось в школе, чему ты научился. И, естественно, Прохлада Махарадж начал рассказывать, что все зависит от Кришны, начал проповедовать своему отцу сознание Кришны. Ну, как только отец начинал слышать имя Вишну, Господа, его это просто бросало дрожь от гнева. Он не мог сдерживать себя. И Прохлада Махарадж видел это, он говорил, где ты берешь эту силу, Хиране Кашипу, я просто не могу понять, потому что на самом деле говорится, что в этот момент Хиране Кашипу испугался. Он считал себя самым сильным в этой вселенной. Он понимал, что полубоги для него не проблема. Единственное, кого он не мог подчинить, это все, только три личности в этой вселенной. Это Браму, Шиву и Вишну, точно. А все остальных он подчинил. И он думал, откуда ты берешь эту силу? Более того, он ничего не мог с ним сделать. До этого он его пытался отравить, сбросить со скалы, бросить в яму со змеями. Спасибо. Даже пытался уничтожить оружие, бросить под ноги слонам, кипятил в масле. То есть, Праглад Магарадж прошел такие испытания, которые даже для нас это неестественные. Для нас маленькое беспокойство ума, уже мы готовы просто потерять самообладание. Праглад Магарадж никогда не терял самообладание и никогда не терял способность помнить о Кришне. И всегда повторял святые имена. Смотрите, как это для нас очень важно наше отношение к святому имени. Он нас учил повторять святое имя всегда. Постоянно быть сосредоточенным на повторении святого имени. И мы должны учиться этому сосредоточению. Как я вчера прослушивал один момент Махатма Прабу, один из старших преданных, он рассказывал, как Шила Парупада говорил, как повторять святое имя. И он говорил там четыре классических вещи, которые Шила Парупада. Первый это перевод самой мантры о всепривлекающий Господь, о всерадующий Господь, пожалуйста, займи меня служением. В одной из лекций он сказал, Кришна, ты мой друг. Кришна, пожалуйста, друг. В одной из лекций он говорит, Кришна, пожалуйста, очисти меня, помоги мне очиститься. И он объяснял эти вещи, он говорит, иногда в повторении святого имени говорит, наш ум, слушая святое имя, и когда сосредотачивается достаточно глубоко на святом имени, то происходит момент, когда наш ум погружается и начинает углубляться в лилы Кришны. Иногда преданные этого боятся и спрашивают, как мы можем думать, возможно ли думать о играх Кришны благодаря повторению святого имени, в результате повторения святого имени. И он говорит, можно это не бояться, это никак не противоречит памятованию и сосредоточенности на святом имени, если это правильно сделать. И Бхакти Винута Кур тоже описывает, сначала мы научимся слушать, и вот эта концентрация, способность наша концентрация, потом она отдаст свое семя и святое имя потом начнет проявляться как нама, потом как качество, как лил и так далее. То есть мы должны понимать, что святое имя это знаете, кто-то говорит как матрешка, с одной стороны мы видим форму определенную, потом и видим просто имя, потом форму, потом уже качество и так далее. То есть подобно этому святое имя она тоже может углублять наше, если мы правильно к этому подходим, постоянно памятование и лил и Кришна не будут не противоречить тому, что мы делаем, они не будут отвлекать нас, наоборот, будут больше погружать в сознание Кришны при повторении. я опять сбился. Отвлекся на святое имя. Ну ладно. Прохладный гараж нас учил, повторение святое имя. Как раз мы же подходим к теме, когда появился Нарисим Хадеев. И в конце концов Хираник Ашипу разгневался на то, как вел себя Прохладный Махараш, особенно от того, как он ему проповедовал. Потому что когда Хираник Ашипу спросил, откуда твоя сила, то Прохладный Махараш начал говорить, оттуда, откуда моя сила, оттуда, откуда и твоя. Источник моей силы это сам Господь Вишна. Он говорит, мой отец, дорогой, я вот наблюдаю за тобой, ты находишься в постоянном беспокойстве. Вот у тебя беспокойство, и я могу тебе сказать даже причину твоего беспокойства. Ты почему-то всегда делишь людей на друзей и врагов. И говорит, пока ты находишься в таком состоянии, ты не будешь счастлив. Говорит, на самом деле ты должен понять, что твои враги, настоящие твои враги, они живут у тебя в сердце. И до тех пор, пока живое существо не победит жадность, гнев, иллюзию, безумие, вожделение, эти шесть врагов, зависть, которые живут в нашем сердце, он просто останется человеком, который будет испытывать беспокойство и не сможет найти умиротворение. Говорит, поэтому научись контролировать чувства. В прохладном гараж говорит Хераника Шипу, Хераника Шипу зашипел, как змея. Что ты мне такое говоришь? Ты мне говоришь перед тем, да ты просто, я тебя сейчас убью. Говорит, ты мне говоришь контролировать ум, ты не знаешь, какие я эскизы совершал? Ты сможешь такие эскизы совершать, как я? Говорится, что такие эскизы, которые совершал Хераника Шипу, никто во вселенной больше не совершит, ни до, ни после. Как ты мне можешь говорить, что я не контролирую свою? Я просто только поведу бровью и все, чтобы все мои желания исполниться, все будут бегать и будут делать то, что я захочу. Как? Что ты мне такое рассказываешь? Из-за вот этого, что ты ведешь такие разговоры, ты просто достоин смерти. Поэтому я сейчас убью тебя. И если ты говоришь, что Господь, как ты утверждаешь, что Господь присутствует везде, и если ты хочешь сказать, что Он присутствует в этой колонии, и Он тогда подошел к этой колонии ударил эту колонну. Он ударил ее своей рукой достаточно сильно. И колонна даже треснула. И в этот момент, как мы видим в этом стихе, чтобы ободрить своего преданного, Прохлад Магараш он видел в этой колонии Нарисимху. Нарисимха ему о Прохлад, о Киране Кашипу, они просто, и демоны, которые находились рядом, услышали громоподобный рев, как гром. И даже полубоги испугались, они подумали, что похоже вселенная начинает трескаться. И из колонны появляется Господь, Нарисимху, кто-то говорит, что он появился сначала обычный маленького роста, потом начал увеличиваться. Некоторые шастры говорят, что он был огромным, как Бхагаватам описывается, он был огромный, или потом стал огромным, ну так или иначе, может быть, какие-то тонкости. А Ирани Кашипу он просто начал рассматривать, кто это такой. Потому что для него он хорошо знал, так как он повелевал всей вселенной, он знал каждое живое существо и мог влиять на каждое живое существо в этой вселенной и знал, кто как выглядит. Практически все 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. Но он не знал, кто это такой перед ним. Получеловек, полулев. Он никогда не видел этого живого существа, и он начал его рассматривать очень внимательно. И Господь, появившись перед ним, он взревел. И потом Хираня Кашипу, он ничего не знал, когда Господь Нарисим Хаде бросился на Хираня Кашипу, Хираня Кашипу он пытался взмыть вверх, он не знал, что дольше делать, он пытался. подобно Асул говорится, что Нарисим Хаде в одной из своих рук поймал Хираня Кашипу. Он поймал его и начал с ним играться, как кошка с мышкой. Потом Хираня Кашипу вырвался в какой-то момент и подумал, вот, похоже, я его напугал. И он взял свое оружие и пытался опять сражаться с Нарисим Хаде. Ну, Нарисим Хаде с легкостью. Поймал его еще раз и следуя указаниям, следуя, чтобы не нарушить благословение Брамы, он между в дверном проеме положил себе на колени это тело Хираня Кашипу, который дрыгался и не знал, что сделать, не мог вырваться с сильных, могущественных рук Господа Нарисим Хаде Господь Нарисим Хаде разорвал его на части. Он разорвал его, достал кишки и обмотал себе как гирлянду. Преданные или шастры описывают какого же цвета тело Господа Нарисим Хаде Иногда говорят, что он светлого цвета, белого. Иногда говорят, что от него исходит такое золотое сияние, что его тело просто как будто покрыто золотом. Но иногда шастры описывают, что его цвет невозможно было понять, потому что оно было заляпано кровью. Разные есть описания, Нарисим Хаде И, естественно, он был в гневе, он сбросил это тело потом со своих колен, он потом подошел и сел на трон Херания Кашипу. Он сел и с жестом полубогий уже в тот момент, он еще там убил демонов, которые там пытались еще что-то возмущаться. Ну, для него это уже одним махом там свои руки свои с когтями, он сел на трон и жестом руки позвал, подозвал преданных полубогов. И полубоги, ну, он такой, у него гнев, у него его состояние было полно гнева. И все полубоги боялись подойти к ним. Ни Брама, ни даже Лакшми, ни Шива, ни даже Лакшми они боялись. Я такого еще своего супруга не видела, поэтому, извините, я лучше постою поддались учить. И на Ресимхаде вон сидел на этом, потом, в конце концов, говорится, кто-то, полубоги начали подталкивать прохладу, где-то говорится, что прохлад сам подошел и начал возносить молитву Господу Ни Ресимхаде. Говорится, есть гирлянда из молитв, преподнес ему гирлянду из молитв. И Господь Ни Ресимхаде был очень счастлив, посадил, кто-то говорил, он просто начал гладить, посадил себе на колени прохлада Махража, начал его гладить. Говорится, есть такое божество, где она если Лакшми сидит на левом колене у Господа Ни Ресимхаде, то праглад Махраж стоит или сидит на правом колене. Есть разные формы Ни Ресимхаде, которым поклоняются праглад Ни Ресимхаде, Лакшми Ни Ресимхаде и Угра Ни Ресимхаде. Угра Ни Ресимхаде это божество, которому нужно, чтобы поклоняться, нужно нужно иметь, как Ирна Редюн Махраж говорит, достаточный уровень чистоты и отречения. Иначе Ни Ресимхаде говорит, представьте себе, он рассказывает, представьте себе, вы знаете, в нашей жизни есть люди, которые очень гневливы. Встречали таких людей? Вот по любому поводу не могут гневаться. Вот представьте себе находиться в обществе Господа Ни Ресимхи, который по малейшему поводу может разгневаться ни с того, ни с сего. Поэтому, говорится, чтобы поклоняться в Угра Ни Ресимхи, надо иметь достаточно высокий уровень чистоты и отречения. В основном Крихасхи поклоняются Лакшме Ни Ресимхи, которая приносит благополучие или прохладный Ресимхи. Поэтому, и мы тоже, хотя у нас сам Ни Ресимхаде Угра Ни Ресимхаде на изображении, поэтому мы должны быть очень-очень внимательны к тому, к нашим действиям в служении Божествам очень внимательно. Мы как-то на у меня есть в моей жизни есть два опыта, как Ни Ресимхаде ну, таких, которые 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 как ну по моему представлению так сделали для меня ну, то, что проявился так, не то, что он там он проявился, там показался, ну, так вот, в жизни такие были ситуации. Мы как-то, я был первый раз в Индии, мы поехали еще будучи в Бармачаре с Баванандараем и с Вамши Прабу. Мы были в Индии, как-то будучи во Вриндаване, Симха Викрама говорит, ну, я тут узнал, что тут недалеко в каком-то селении есть божество нарисим Гаде, которому поклонялись пандавы, поэтому давайте съездим туда в паломничество. Ну, я думаю, ну, хорошо, мы тогда еще были первый раз в Индии, нас было интересно все, мы хотели как на экскурсии побывать везде и увидеть побольше ради определенного интереса, и мы отправились туда, что удивительно, там был один баба, такой старенький, старенький дедушка, и его очень любили в этом районе, в селе, и даже в Пури, я вот прошу прощения, по-моему, это было в Пури, да, это возле Пури где-то, его очень любили, даже панды, они ездили к нему, ну, как-то так, и он уже сидел, он уже был такой достаточно старенький человек, они уже, пока он был жив, уже сделали мурти с него, чтобы поклоняться, закрыли его, и вот он сидел постоянно и повторял какие-то молитвы, и эти его дети там, или какие-то родственники, или просто пуджарили, и стали перед ним тазик какой-то, и люди приходили и набрасывали в этот тазик, такой большой тазик, обычный, такой корытый, как раньше детей купали, денег туда, и потом они, ну, и мы как-то так, я думал, ну, дать, наверное, святой человек, так его, этот, думаю, вот так погружен, постоянно служит на ресимхе, повторяет, ну, надо же как-то попросить его милости, и обратился к нему через переводчика, я говорю, можете попросить, чтобы, а я смотрю, там приходит, как-то кто-то кланяется, ему кто-то, можно мы там, ну, мы скромные ребята, можно мы там хоть пыли с лотосной столкнуть на голову себе, и, когда переводчик перевел, этот дедушка посмотрел, она сказала, я свои благословения, милость мальчихам не даю, он как-то так ответил, я не знал, что тогда делать, просто я безумный был тогда, ну, что мне, бармачаре терять нечего, ну, я не знаю, я тогда, пока там это, думаю, ну, ладно, раз так, то, как говорится, за милость надо бороться, и пока он там где-то шут, я сам подбежал, и схватил его, коснулся его стоп, мы сели на моторикши, отправились обратно в Пури, но уже через пару минут, или буквально там 5 минут, мы там чуть-чуть отъехали, я чувствовал, что я сейчас умру, у меня подскочила температура, я думаю, я сейчас просто сгорю, мне просто стало настолько тяжело и плохо, я просто начал просить прощения у Господа Андрея Симфер, говорю, пожалуйста, прости, все остальное, оставшееся время, там, две недели, я уже думал, что я просто сейчас тело оставлю, это моя была первая поездка, тело оставлю в Индии, у меня начало отказывать орган за органами, я просто так в шоке был, у меня отказали глаза, у меня отказал позвоночник, спина, то есть я уже не мог ничего не носить, не спать, ничего, у меня отказал желудок, я думал, ну все, уже, я наверное сейчас уже, наверное умру, я не знаю как, так или иначе, мы как-то уже приехали сюда, и приехал сюда, уже как-то так, раз и все, в один момент, сразу же на второй день, у меня все прошло, я не знаю, что такое происходило, я думал, не, надо быть очень осторожным в таких вещах, тем более, все связано с Нарисимхой, если Нарисимхадев, и лучше с ним не шутить, быть лучше делать, стараться делать всегда, все правильно, но в то же самое время, очень милостью, и мы знаем, что Господь Нарисимхадев, Он как львица, очень милостиво к своим львятам, точно так же Нарисимхадев очень милостиво к своим преданным, поэтому своим могуществом, своей заботой, он устраняет, препятствия, он устраняет препятствия в нашей духовной практике, в преданном служении, поэтому молимся Господу Нарисимхе, чтобы он устранил препятствия, те препятствия, которые мешают нам заниматься духовной практикой, и он это делает, Харе Кришна, может вопросы какие-то, а то сейчас будет спектакль, пока они там готовят, да, но он не сражался против Брама, я сказал, что он не мог покорить Браму, он его в принципе по стоку, по скоку уважал, Господа Шиву он не мог покорить, и Вишну, всех остальных он покорил, такие демоны, это говорит о том, что такого настроения, демоническое настроение, они из-за той злобы, из-за той зависти, которая у них живет, они сначала ради своих же благ могут льстить кому-то, могут что-то делать, могут даже совместно достигать каких-то целей, но потом, потом при удобном случае, из-за этой зависти, они стараются присвоить это все себе, таково настроение демоническое. Он совершал аскезу искренне, только его искренность была направлена не на достижение Бога, а на достижение материальных благ. Он был уверен, что он искренне совершает аскезу, приложит все усилия, чтобы достичь каких-то материальных благ, а потом использовать их, это для порабощения других. Иногда мы тоже, знаете, как в детстве, в школе, я помню, мы были ребятами, занимались боевыми искусствами, приходил какой-то человек, говорит, я вас научу боевому самбу или тому-то этому, и мы шли туда, обучались, но наше настроение быть, это быть сильными. И потом, когда мы обретали какие-то навыки, мы тогда что делали? Мы использовали эти навыки для того, чтобы порабощать слабых. Это демонический менталитет. Но мы все в Кали-югу такие пропитаны этим настроением. Поэтому нам лучше, конечно же, развивать настроение преданного, быть сострадательным, милосердным. И в то же самое время мы готовы отстаивать сознание Кришны и бороться за сознание Кришны. Прохлад Магараш не просто подчинялся, он не отходил от принципов того, что вот его отец заставляет его, теперь ты не будешь, ты не должен медитировать на Господа. Прохлад Магараш с этим не соглашался. Он продолжал свою практику, независимо от тех трудных ситуаций, в которые он был помещен, и что с ним происходило тогда. Он продолжал, и это Кришна оценил. Готовы там уже, или еще какие-то вопросы можно? Ну, говорится, что в 12 часов он явился примерно в обед, и в сумерке он убил Хероника Шербу. Ну, сколько это? 6 часов? 7-6 часов. Это с учетом, что он убил там демонов, тоже сражался с ними, он же не столько с этим, то есть вот это все время было потрачено на сражение. Да. Сегодняшняя лекция. Сегодняшняя лекция. Битва сделалась тысячелет к этому между рождением с явлением подсказания Симфателы и смерти Хероника Шербука. Слава, на большинстве. Есть разные описания, и может быть, какая битва именно между Нрисимхой и Хероникой, и этим. Может быть, тысячу лет наших земных, для полубогов это чуть меньше. Если это царство Индры и трон Индры, на котором сидел Хероник Шербука, тогда можно быть тысячу лет, это может быть земных лет. Но там даже упоминается другая цифра, где-то, а нет, он эскизы совершал где-то тысячу лет. Упоминается, что в некоторых моментах эскизы совершал, а некоторых там 36 тысяч. ну, там разные. Готовы, да? Или еще? Готовы? шри бога, а не шри бога, ки-жай, га-жай, фри огня, Продолжение следует...